МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всякий раз, когда человек жалуется на свою жизнь, он негласно признает, да, вот такой я дурак. Здравствуйте, в эфире Добро пожаловаться, я Олег Кусачев. Программа, герои которой, не желая оставаться в дураках, не только делятся своими проблемами, но и решают их с помощью нас. Полезным и приятным просмотром. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невзирая на то, что стекло известно человечеству в течение пяти тысяч лет, стеклить окна начали только в средние века. Оконное стекло ценилось очень дорого, и когда владелец замка уезжал надолго, то стекло из окон вынимали и бережно хранили до следующего приезда владельца. Героиня этого сюжета, хозяйка драгоценного окна, стала поневоле. Ольга Пескарева расскажет, как некоторые бизнесмены пытаются прорубить не окно, а прореху в нашей жизни. Продавцы кастрюль и пылесосов, оконщики и фильтрщики. Пару лет назад они вышли на арену отечественного бизнеса и с тех пор своим ударным трудом бьют по кошелькам наивных белорусов. Неделю назад этот кошмар бессовестно постучался и в квартиру 76-летней минчанки, инвалида второй группы Алины Волковой. Девушка позвонила и сказала, что вот уже срок, который ваши окна ставили, теперь можно бесплатно обслуживание сделать. Если там что надо, какой-то мелкий ремонт, значит это бесплатно. А если какие-то большие детали, тогда вы будете платить. Не волнуйтесь, приедет молодой человек, он все вам объяснит. Женщина и не подозревала, что речь идет о гастролирующих в ее районе сетевиках. Тех самых, которые под любым предлогом пробираются в квартиры белорусов, а затем навязывают ненужные товары или услуги за баснословные деньги. Молодых людей, посетивших квартиру, женщина нисколько не смутила, что окна ПВХ у бабушки Алины были установлены лишь два года назад. Сотрудники фирмы убедили, практически новые окошки нуждаются в руках мастера. Они отрегулировали замки на окнах, заменили уплотнитель и выставили пенсионерке счет – 1400 рублей. Женщина изумилась ценнику, но отдала все сбережения до последней копейки и еще осталась должна. Приезжали, такой высокий, симпатичный хлопец, такие добрые, такие ласковые, все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Разговаривала, а тут все замерял, замерял, ну такие доверчивые, такие хорошие, девочки милые. Вы тоже клюнули, высокие, красивые, но такие добрые, все говорит, говорит, все в глаза глядит. А может он гипнозом владеет, а черт его знает. Минчанка внесла 900 рублей, а недостающую сумму пошла отдалживать по соседям. Бабушка Алина одинока и обратиться ей было больше не к кому. Обратилась ко мне с просьбой отдалжить 400 рублей. Ну, как бы сумма такая немаленькая, вот, спросил для чего. Бабушка сказала, что надо рассчитаться за окна. Первое, что я побежал, ну, и куда я просто пошел, просто к нашему участковому. Человек 76 лет, вторая группа инвалидности. Ну, как можно вообще было брать такие деньги, я не понимаю, да? Неравнодушный сосед, до глубины души возмущенный поведением оконщиков, поспешил в милицию, а затем позвонил юристам и на горячую линию телеканала. А между тем, год назад сотрудники Делизгрупп уже становились героями нашей программы. В тот раз для наших героев все закончилось благополучно. Но сколько тех, кто после ухода красноречивых менеджеров украдкой утирает слезы? Кстати, лучшие жертвы агрессивно настроенного продажника – одинокие, психологически неустойчивые люди. Ими априори легче манипулировать. За них некому заступиться. Постороннему человеку стоит проявить лишь малую толику внимания, и одинокая бабушка готова расстаться с последними сбережениями. Участились случаи обращения потребителей в нашу организацию по вопросам установления ремонта окон, покупки кастрюль, фильтров и иные такие похожие ситуации, когда в квартиру потребителей обращаются посторонние люди, представляются представителями государственных органов, говорят, что проходят проверки по заданию каких-либо эксплуатирующих организаций, либо водоочистительных каких-то организаций, тем самым вызывая доверие у людей. Прошу обратить внимание потребителей, что необходимо внимательно удостовериться, кто к вам пришел. Пока сотрудники милиции проводят свою проверку, мы решились на свою. Для чего точно так же, как и год назад, отправились в офис компании «Делизгрупп». Офис с прежнего адреса переехал, сменилось и руководство. Они зарабатывают на доверчивости и оставляют пенсионеров без копейки денег. Они представляются работниками коммунальных служб и в агрессивной манере навязывают ненужные услуги по заоблачным ценам. Сегодня знаменитые столичные оконщики готовы рассказать о целях своей работы. Директор фирмы от комментариев на камеру отказался, но в общении не отказал и все больше сетовал на пресловутый человеческий фактор. Дескать, недобросовестные сотрудники по личной инициативе буквально пинками подталкивают пенсионеров к необдуманным и ненужным тратам. У нас менеджер напрямую завязан от продаж, его заработная плата. Поэтому бывает иногда проскакивают недобросовестные, за всеми не уследишь. Те люди, которые к нам обращаются, были такие, допустим, бабушки или дедушки, которым там продали на тысячу рублей. Вопрос бабушка перед решен. Да, конечно. Давайте вы это решите. Но насколько необходим минчанам такой оконный сервис в действительности и сколько это все стоит на самом деле. Ведь срок службы пластикового окна 50 лет. И в том случае, если проблем со стеклопакетом нет, и в услугах мастера нет никакой нужды. Кстати, стоимость услуги по ремонту стеклопакета не должна превышать 40 рублей. Данный договор можно расторгнуть в следующих случаях. В случае, если работы были выполнены некачественно, недостатки выполненных работ являются существенными. Это является поводом для расторжения договора. Кроме того, данный договор можно будет расторжен в том случае, если в нем не соблюдены существенные условия. Это, а именно, сроки выполнения работ, стоимость. А это значит, что если окончательную сумму вам озвучили лишь после завершения работ, предварительно об этом не предупредив, платить вы не обязаны. Возвращаясь к нашей истории, хотим отметить, руководитель фирмы свое слово сдержал. Бабушке Алине вернули деньги. В этой истории для нашей героини все закончилось благополучно. Остальным же цепких объятий молодых людей, трудящихся на ниве сетевого бизнеса, настоятельно советуем избегать. Невероятно приятно, когда журналистский труд дает реальные плоды. Мы рады, что наше посильное участие помогло бабушке Алине вернуть не только деньги, но и веру в справедливость. Что касается вышеупомянутой фирмы, то хотелось бы сказать следующее. Уважаемые, не всегда сделки совестью приносят большие дивиденды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин